Приветствую вас, Ольга. Я понимаю ваше переживание, в общем и целом. Могу сказать только то, что вы зря старались в плане того, чтобы писать все томы, ну, во-первых. Мне очень хорошая, деструктивная, я бы сказал, такая акцентуальная черта, то что вы начали читать на форумах по проблеме своего ребенка. Дальше, как-то лор, значит, то что говорит ребенок, аутизм, как-то три эти вещи, как они вообще могут быть связаны, да? Следующее, вы обращаетесь в раздел «Психология». Аутизм – это заболевание, ну или состояние. В любом случае, это не раздел «Психология». Психологи аутизмом не занимаются. Да, психолог может поработать с ребенком аутизмом, но не ставить диагноз и не давать каких-то рекомендаций. Для этого есть врачи. Следующий момент. Дистанционно, по вашим словам, никто не будет ставить диагноз. Ни один уважающий себя специалист. Потому что здесь этика, здесь достоверность, здесь ваши тревоги и так далее. Следующий момент. По многим причинам, очень важно непосредственно видеть ребенка, общаться с ребенком, взаимодействовать с ним, проводить определенные тесты и так далее. Здесь, вот так, в таком формате, это абсолютно нереально. И нереально поставить диагноз. Дальше. Исходя из того, что написали вы, я мог бы сделать вывод, первое, что вы тревожный, возможно, мнительный. Второе, вы достаточно импульсивный. Третье, вы, как мне кажется, истощены. То есть, ну, истощение – это вот то, что усталость. Да, вот вы говорите, что там ребенок у меня ходил в пустичку. Вот это, как бы, определенная истощенность. Истощение, значит, связано с тем, что вы достаточно неэффективно разграничиваете свою ответственность. Ну, то есть, как бы, мне достаточно неэффективно плохо отграничиваете свою ответственность. Мол, вот, за это ответственность. Я за это ответственность. Ну, грубо говоря. Грубо. Грубо говоря. Грубо. Вот. Значит, и это приводит к тому, что какие-то вещи вы упускаете из внимания, в том числе мало обращать внимание на своего ребенка. Как психолог я могу обратить внимание на то, что у ребенка есть признаки автоагрессии, когда она билась головой и улыбалась к вам, так она действительно привлекала внимание. Но, в первую очередь, это наказание само себя. То есть, необходимо понимать, что все, что вы делаете, ребенок может снимать на своего счет. Вот. И, как бы, это, ну, достаточно серьезная проблема. Дальше. Я вот не очень понял, зачем срывать голос, зовя ребенка, как бы, там, зачем кричать и так далее, да. Дальше. Ну, один год, один месяц. Я ребенку говорить рано, это совершенно точно. И для своего возраста ребенку придется, по-моему, более, более, менее адекватно. Вот. Но, проблема, проблема в том, что, на мой взгляд, ребенок не воспринимает вас всерьез. То есть, вот вы пишите, когда взялся на свое имя, надо сразу поворачивать его сюда, когда играете, там можно голос взорвать показоверную ряду, хотя находите рядом, зачем орать, непонятно. Вот. В один год ребенок уже не всегда, они не всегда ассоциируют свое имя с собой. У вас как-то слишком много мегастребований к ребенку. И всегда, по-настоящему, дать что-то или поставить на место, либо игнорировать, забегать стоящую в другую комнату, либо не бросать их нам. Это попытка привлечь на внимание. Первая, вторая, повторюсь, год рано. Хороший путь, я только запрашиваю под нёгкую пластичку. И слов, есть слов, в лучшем случае, опять, когда собака увидит, что это, вроде у меня, приколочка, такая, ну, я ещё повторю, ребенка на горе где-то три года примерно. Тут же мое опишение, например, вчера ходило спустя в квартиру. Ага. Ну, почему вы считаете, что это опишение? Эмм, так, значит, обращение к ней на мою папу не оттолько, как звуки никому, звук в основном главный, с одной стороны проблем нет, спяток со мной рядом у меня кровать, а дальше я её перекладываю. Так что, если вы описываете, присоединиться нормально до года, да, только разве что укладывание, укладывание, можно, чтобы отдельно спало-спало. На базарах реагируют сторонники, внимательно рассматривают, потом можно с пальцами показать, на площадке здесь не особо контактируют, но не показываются, наблюдают. Насколько я знаю, я не врач, но аутисты, не отличаются таким, 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 таким поведением, в принципе. Эм, так, когда на ругах вытягиваете руку в одну сторону, у них как по компасу выкручусь на место и понять, куда она хочет. А почему не подождать, пока она покажет как-то ещё, куда она хочет? Зачем вы крутитесь на место? Может указать на что-то, что я заинтересует уменьшить, но это нормально, я посмотрю на руку в угол. Будет смотреть в окно и прям задыхается от восхищения. Ну здорово, это не признак, аутистно. В это время он садится облака, чтобы на диван, либо специально ко мне, пройдёт и садится рядом. И что? Что дальше? Мы собрали пирамиду, не оборотку играли в музыкальную игрушку, мы чуть-чуть нажали собрать сортер, но убийца надоедает, он идёт, он идёт в разные стороны, это нормально, может похлопать в ладошку. И что? Сейчас как бы это вот к чему он поставил. В остальные игры играть не можем, потому что не даёт трогать руки, лицо прячет, ворачивается, ну вот. А это вот достаточно кратичная иллюстрация от того, как у вас есть проблемы с ответственностью и личными границами. Вот. То есть вы наоборот позволяете слишком много по отношению к себе, но подавляете там, грубо говоря, негатив этот. Вот. А ребёнок делает с точностью наоборот. Это нормально. То есть как бы вы не проблему, вы не проблему у ребёнка решаете, вы поймите, что у ребёнка ваше отражение. И в первую очередь вам нужно свои проблемы решать, которые у вас есть. Вот. Вот. И потом ещё проблемы ребёнка. Не наоборот. Вот. А так получается очень здорово, что мы решаем проблемы ребёнка, да, но при этом, при этом, как будто бы во, ну, как будто бы вообще, обман, да, как бы, ну, ничего не дарит, ничего не дарит. Вот. Ну, это же, это же не так. Это же не плавно, не плавно, не плавно, не плавно. Вот. Что я, что я хочу сказать, а получается, что вы хотите донести до нас именно на этом? Получается. А, я думаю, что это, ну, ну, это не совсем корректно повисло. Дальше. Дальше. Идём. Так. А, значит. Так. Как только сажая на горшок, истерика. Ну, это, опять же, я думаю, что это ваше, отражение ваших ожидает, потому что мне думается так, что сажая её условно на горшок, вы ждёте, ожидаете от неё того, что она, ну, сделает всё, как нужно вам и, соответственно, негативно реагируете, когда она этого не делает. И, соответственно, это вызывает у неё истерику. И, соответственно, опять же, здесь, ну, как бы, ну, здесь всё довольно очевидно, как мне кажется. Я могу ошибаться, но, мне кажется, здесь всё очевидно. Дальше. Эммм. Так. Книжка только листает, когда пыталась её читать, теряется всякий интерес. А, как вы читаете? Ну, год, опять же, старый. Ну, дамы, живистия настоятельно. Не даёт руку, когда просчёт только на улице. Ли... Это личные границы, увыка. Это личные границы. Сейчас так говорят. У, хиллор, проблем с духом не увидел. И что? Ребёнку надо изучать своё тело. Ещё не там-ка вряд будет, подождите. Дагода специально бьёт головой оси на зеркало и в болтне. Это аутоагресс. 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 Эээ... Бегавая кругами вокруг своего столика. Сейчас такое вроде не... Ну, бегавая кругами, это, знаете, это стресс. Это стресс. Я так полагаю, что это стресс, стресс. Сейчас это... Это реакция на стресс. Ребёнку. Вот. Да. Эээ... Вопрос. Эээ... Откуда... Стресс взялся? Да. Эээ... Ээээ... Было бы... Было бы... Довольно... Хорошо бы... Эээ... Понять, откуда взялся этот стресс. Почему вообще появился... Эээ... Стресс этот я имею в виду. Эээ... 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 Вот. который, вероятно, достаточно сильный был. Но, опять же, это, как бы, моё мнение, да? То есть, я, ну, я не уверен в этом, наверняка. Ну, вот. То есть, это нужно проверять, это нужно смотреть, ну, как бы, да? Это нужно именно, вот, проверять эту гипотезу, гипотезу нужно в общем. Дальше. Идём. Следующий, следующий. Так, эм, главный контакт есть. Закрывать глаза два раза. Скоро платную лицу подвигаюсь. А, во всем подвигаюсь. Это вообще-то пугает. Ну, ребёнка вообще-то это пугает. Эм, когда, так. А, ну, когда так делают взрослые, детей это пугает. Вообще. Вообще. И я бы сказал, что, ээ, ну, я бы сказал, что это нормально. Представьте себе, как это вообще выглядит, что прибыль маленький, вы там, словно говоря, большой взрослый человек, и вдруг к вашему лицу приближается что-то, точнее, вы маленькая, и к вашему лицу приближается что-то очень большое, и не всегда, грубо говоря, понятно. То есть, ну, просто подумайте сами, как это вообще выглядит, как это вообще может выглядеть. На мой взгляд, тут все достаточно очевидно. И повторюсь, мы не скажем вам, как бы, что это. То есть, мы не скажем вам, это аудизм или нет. Потому что дистанционно диагностировать дистанционно никто не будет. Это неэтично было бы. Вот. Ну, на мой взгляд, и, поверьте, не только на мой. Вот. Дальше. Если что-то у неё получилось, сразу же не выходило, то и не посмотрят. Нет. Нет. Это скорее реакция на успех такого типа вот. Я бы сказал, что это такое вот реагирование на успех. Я бы сказал, что это хороший реакция на успех. Я бы так сказал, потому что, ну, на мой взгляд, это говорит на том, что она, ну, непривязанная к успеху. И, что без успеха, в принципе, ну, вполне может существовать. Вот. И, как мне кажется, как мне кажется, как я думаю, этому можно только порадоваться. Вот. Мне несколько печально, грустно, что вы не радуетесь. Вот. Поэтому, что вы, как бы, ну, требуете от этого ребёнка, грубо говоря, только вам понятны модели поведения. Вот. Ну, к сожалению, это не работало. То есть, к сожалению, это, ну, как вы видите, да, у ребёнка своя модель поведения. И она модель поведения не хорошая, там, плохая. Ну, она, ну, просто, вот, она такая, как сказать, с коронавирус. Вот. И всё. Я понимаю, что вы можете бояться, да, я понимаю, у вас есть страхи, да, и, как бы, эм... Вы беспокоитесь за, ну, за ребёнка своего, я понимаю, но, ну, как бы, в данный момент, на данный момент, мне кажется, что в большей степени это может навредить ребёнку, чем помочь. Ну, помочь девочке. Вот. Поэтому вам, вот, вам бы, свои, ну, свою, свою проблематику немножко помещать бы, да, вот, немножко погармоничнее стать, спокойнее, может быть, по... эм... устойчивее, вот, эм... эм... ну, к... эм... ну, к... каким-то вещам, эм... вот. И, в общем, в целом, тогда будет, эм... реальный шанс, эм... на то, что, чтобы... ситуация была несколько лучше, чем она сейчас, эм... вот. эм... психология, с точки зрения, с точки зрения, с точки зрения психоантерапии, да, и... эм... диагноз, конечно, 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 как я и сказал, эм... никто вам не достоит, потому что, это... эм... неэтично, вот, но... все остальное, поработать, вполне реально, вот. А уже, что вас, что вам, эм... с этим делать, да, уже, как вы будете использовать, э... полученные знания, в том числе, о себе, это уже, э... вам решать. Вот. А диагноз, эм... вы можете узнать, например, обрат... эм... обрат... эм... обратившись в... соседнюю... эм... соседнюю... эм... категорию, это... категория эзотерики, эм... эм... простите, медицины, медицины, это... эм... категория медицины, вот. Вы можете обратиться туда, и... там, собственно, получить, эм... всю информацию необходимую, необходимую, эм... вот. По поводу, ну, по поводу, вот, эм... тех моментов, эм... категория, которые вас беспокоят. Вот. И... все, как бы это, эм... может решить ваши проблемы. Вот. А мы все. Мы не врачи. Не врачи. Вот. Мы, эм... психологи. Психологи. Вот. И, эм... как бы... ну... эм... нужно соблюдать... так сказать... так сказать... профессиональные... профессиональные рамки. Вот. Вот. Вообще... Хотел бы спросить у вас, если есть прозрение на аудит, на оптику вы читаете, там, форумы, а не просто, там, обращались... эм... к врачу, к врачу, и... все. Ну, это было бы... более, наверное, квалифицированная помощь. Особенно, что... эм... детей... эх... только... только... эм... очно. Ну, детьми. Только очно. Происходит работа. Вот. Как-то это вот немножко... эм... ну... не то, чтобы прямо странно, да, но как-то это немножко эм... выходит за рамки, рамки, я бы сказал, эм... стратегии помощи девочке. Вот. Я не хочу сказать, что вы... эм... не пытаетесь ей помочь. Я хочу сказать, что... ну, спросите себя, честно себе ответьте, вот, эм... чью проблему я решаю, чью проблему я пытаюсь решать. Вот. И... там... ну, грубо говоря, эм... я... честно, вот, ну, честно, да, эм... я беспокоюсь эм... сама, да, я беспокоюсь. Или, все-таки, я беспокоюсь, действительно, за ребенка, что, что будет лучше ребенку. Вот. И... эм... на мой взгляд, вы слишком много с одной стороны требуете от... эм... от ребенка, да, а с другой стороны вы ведете себя с ней... эм... так, как будто она... ну, чё, чё, чё... эм... эм... ну, действительно, очень эм... 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 Она действительно маленькая, но здесь как бы момент в том, что да, она маленькая, но вы ведете себя с ней не совсем последовательно. Понимаете, в чем проблема, именно вот последовательности нет, потому что последовательность. Это значит, что если ты маленькая, то условно говоря, у меня требования к тебе, как с маленькой. При этом я понимаю твои возможности, я просто понимаю, условно говоря, то, на что ты способна. И я стараюсь сделать так, чтобы зона ближайшего развития тобой использовалась на сто процентов. У меня такое ощущение, что вы не используете зону ближайшего развития, а вы, к сожалению, не совсем. Не совсем то, что ребенок может сделать, что от него требуется. И это, конечно, сказывается. Я понимаю почему, да, потому что у вас есть некоторые внутренние конфликты, вот, некоторые внутренние противоречия. Я понимаю вас, но это мало что меняет на самом деле. Потому что, какие бы конфликты у вас ни были, да, это не повод приносить это на ребенка, вот. Ну, как мне кажется, отлично. То есть понятно, что я могу здесь быть неправым, да, это понятно, совершенно. Я просто хотел бы, чтобы вы на это, ну, обратили свое внимание. Вот такой я могу дать вам ответ, ну, по крайней мере, по крайней мере, с точки зрения психологии и психотерапии, да. Давайте, наверное, на этом пока что закончим, вот, если у вас будет желание, обязательно обращайтесь к любым из специалистов, проконсультироваться. Вот, получите, получите максимально полный ответ на твой вопрос. Я желаю вам удачи, хотел бы, хотел бы пожелать вам удачи, вот, хотел бы пожелать всего самого доброго. Я, вот, буду благодарен вам за обратную связь, вот, и надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом. Будем на связи.